В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я Виктория Сащенко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Коротко о главных событиях. И птицы память по утрам поют, и ветер память по ночам гудит. В мемориале Брестская крепость Герои прошли памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Так должно быть и это будет всегда. Будут звучать слова благодарности, будут гореть свечи памяти, а люди будут нести цветы к вечному огню, пламя которого горит в честь солдат войны. День изобретателя и рационализатора отмечают в Беларуси. В Брестском научно-технологическом парке подвели годовые итоги работы. Занавес поднять. Реконструкция Брестского областного театра кукол вошла в завершающую стадию. Уже сегодня величественное здание удивляет своей красотой и масштабами. Об этом и не только смотрите прямо сейчас. Главное событие уходящей недели – День памяти и скорби. 22 июня – день, о котором знает и который чтит каждый беларус. День, о котором знают и который чтят во всем мире. 76 лет назад немецкие войска напали на Советский Союз. Именно с этого дня начался отсчет событий, которых мирные люди в самых страшных сновидениях не могли себе даже представить. Событий Великой Отечественной войны. И мог ли в то время кто-либо предположить, какой незаживающей раной она обернется впоследствии, какой неисцелимой болью будет звучать для тех, кто потерял в ней своих близких и товарищей. С первых же дней война стала народной. Она сплотила миллионы людей, которые хотели защищать родину от вероломного врага, чтобы им это не стоило. Сегодня, спустя более семидесятков лет, общая трагедия сороковых по-прежнему объединяет людей. Людей разных национальностей и возрастов. В подтверждение тому ежегодный митинг-реквием, который проходит в символичном для представителей разных стран месте. На территории мемориального комплекса Брестская крепость-герой и уже ставшая неотъемлемой частью Дня памяти и скорби военно-историческая реконструкция. В этом году, как и прежде, оба знаковых мероприятия собрали небывалое количество брещанных гостей из-за рубежа. Война и сегодня – это громкий, искренний и волнующий крик, который доносится из прошлого до каждого человека. Относиться к ней с равнодушием едва ли характерно для кого бы то ни было. Уж так он устроен – белорусский народ, со восклицанием, говорящий о цветущей сегодня родной Беларуси и прославляющей ее за рубежом. Что предшествовало новой, сегодняшней истории государства, легко пересказать из учебника, но невозможно представить и ощутить, не увидев, собственными глазами и не прочувствовав горечи и скорби роковых сороковых. Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны вызывает гордость у потомков. Каждый год белорусы и гости с синекой стремятся попасть в Брестскую крепость – символ мощной преграды на пути противника, почтить память ушедших безвременно, ушедших трагически, во имя мира и справедливости. Я-то каждый год приезжаю, а вот боевые друзья, они первый раз в жизни. Волнуемся. Тяжело воспринимаем все то, что было. И так радостно, что вот в Республике Беларусь, в вашем городе вот такое мероприятие проводится, и мы можем принять сегодня в этом участие. Я считаю, что Белоруссия подает пример нашей России и нашей молодежи, как надо защищать свою страну, свою родину, свое Отечество. Героически сражались в этом священном месте. Врага не пропустили, но, к сожалению, силы были неравны. Мы приехали почтить память наших отцов и дедов, которые, как я сказал, стойко бились на этих рубежах, защищая нашу священную родину. Память о войне – живая боль народа. Это общая боль, которая ощутима и бессмертна в сердцах представителей разных национальностей. В Брестской крепости встретились люди разных поколений, чтобы вместе вспомнить о суровых и трагических, великих и героических годах. Сказать свое личное спасибо тем, кто преодолел мощную немецкую атаку и с триумфом победил врага. Все собравшиеся здесь и жители нашего города и Брестской области и гости, они ощущают одни и те же эмоции. Прежде всего, это память, которую мы должны сохранять. Второе – это, естественно, дань памяти героям, которые защищали наше государство, нашу родину, вот эту землю. Поэтому чувство гордости за тех людей, которые жили в то время. Ну и, конечно, мы рады, что молодежь, много людей приходит и чтит эту память. В митинге реквиями приняли участие представители органов власти Брестской области, ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, дети войны, воины-интернационалисты, молодежь, многочисленные гости из Москвы, Омска, Ижевска, Смоленска, Киева, Нижнего Новгорода. Все это лишь подтверждает, насколько едины народы в уважении к своему историческому прошлому. Связь потомков с предшествующим поколением неразрывна. И все потому, что современники бережно хранят память об ушедших героях Великой Отечественной войны. Об этом упомянул глава Бреста Александр Рогачук в обращении к многотысячной аудитории. Историческая память – это святая и незыблемая ценность нашего самосознания. Очень важно, что с каждым годом вместе с ветеранами в крепости все больше молодежи. Буквально вчера вместе с брестскими школьниками несли вахту памяти здесь у вечного огня воспитанники военно-патриотических классов города Побратима Ижевска. С первых часов войны Беларусь стала ареной крупнейших военных операций. В той страшной трагедии, которая длилась 1418 дней, страна потеряла каждого третьего белоруса. Руководство Брестской области, главы делегаций из разных стран возложили цветы к вечному огню. Во четыре минуты молчания – жертв фашизма. Советских солдат, мужественно оборонявших родную землю. Это священная земля белорусская. Народ здесь прекрасный, люди изумительные. И то, что вот делается, это же разнеслось по всему миру, по всей России. И к вам сегодня приехало сюда несколько десятков городов, правильно, на вот данное мероприятие. Это говорит о том, что Беларусь чтит память, помнит своих героев и никогда не забудет. Ну, а чувства, вот они, кстати, на мне. Не дай Бог, чтобы у нас это все повторилось. Слава Богу, что организовываются такие великие мероприятия, великие мероприятия. Они требуют огромных сил, эмоциональных усилий. Но по меньшей мере это должно быть, потому что мы люди, мы должны помнить, мы должны нести это все через годы, через века. Это же самое святое место. Тем более для нас, для военных, тем более для Смоленщини. Брест, ну, побратим. Причем это место, откуда началась наша самая страшная беда. Как говорится, нет в России семьи такой, где бы ни был бы свой герой. А Белоруссия, это же вообще все героини. Те, кто прошел сквозь вихри взорванных снарядов, зловещие и беспощадные языки пламени, испепеляющие все, что было на пути. Кто видел смерти людей, мечтающих о светлом будущем, о любви и счастье. Осталось так мало. Но ведь именно они, живые свидетели истории, за все эти годы не смогли забыть кровавую трагедию, изменившую их жизни. Миллионы измученных и расстрелянных, сожженных заживо и погребенных в концлагерях, невинных людей. И это лишь часть одного огромного ужаса, который всплывает в памяти каждого ветерана. Едва упомянут грустное и такое всеобъемлющее слово «война». Они уходят все дальше и дальше, огневые сороковые. Но время не властно над болью. Неподдельные эмоции многочисленных зрителей, побывавших на традиционной военно-исторической реконструкции, лишь подтвердили это. После страшной трагедии, когда земля рванула в небо, 76 лет назад, в восстановленных после войны городах, в мире и спокойствии родилось не одно поколение людей, счастливых и не знающих страха и угрозы, строящих планы на будущее и уверенных в завтрашнем дне. Они, возможно, и беззвучно, но в сердцах благодарны тем, кто подарил им этот завтрашний день. Время перелистывает страницы истории. Сегодня они не имеют трагического оттенка. Жизнь стремительно идет вперед. Многолетний и вместе с тем молодой современный Брест развивается. Не отстают и другие города области. Но берестейцы от мала до велика чтут память, а значит, знают своих героев. А сегодня на священной земле Брестской крепости принимали присягу 55 новобранцев в войсковой части 55-26. В торжественной обстановке молодые люди дали обещание нести честно свою службу и охранять безопасность на улицах и проспектах областного центра. Ритуал принятия военной присяги в Брестской крепости уже давно стал хорошей традицией. Каждый год в стенах священной цитадели звучат слова главного воинского обета – хранить спокойствие и мир на нашей земле. И это особенно символично, ведь именно здесь, в первые часы Великой Отечественной войны, проявили мужество и героизм солдаты Брестского гарнизона. Это место, где вы сегодня принимаете присягу, весьма символично. Многие годы назад такие же ваши ровесники, приняв присягу, наверное, своему государству, в ночное время встретили необъявленную войну. Они не знали, что в последующем они будут героями, что это место станет историческим местом для всего Советского Союза. Они просто выполнили свой долг, выполнили те слова присяги, которые все далекие годами были приняты. Конечно же, наше государство строго стремится к тому, чтобы ни один военнослужащий не стал участником боевых действий. Но навыки и умения защищать свое государство должны быть у всех. Я считаю, в жизни каждого мужчины есть моменты, которые остаются в его памяти на всю жизнь. Вот сегодня военнослужащих нового пополнения моей части именно такой момент. И глубоко символично, что ритуал принятия военной присяги проходит в месте, которое свято для каждого белоруса. Здесь каждый камень пропитан кровью героев. Каждый отметина, каждая от пули, от снаряда. Это незаживающая рана. И символично то, что именно здесь 2-я рота 132-го отдельного батальона войск НКВД, продолжателем истории, которой, собственно, является наша часть, вместе с войсками Красной Армии, приняла первый удар фашистских захватчиков. Присяга – один из главных воинских ритуалов. Он прошел к нам через столетия. С наступлением этой, по-особенному, ответственной минуты, минуты произнесения главных слов торжественного обещания, вся служба военнослужащего и каждый его поступок будут проходить через призму торжественной клятвы. Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников. Несмотря на внешнюю строгость и уверенность, каждый военнослужащий части с особым трепетом произносил главное военное обещание. Теперь оно должно стать для каждого из них своеобразным заветом по жизни. Обращаясь к молодому пополнению части, мэр города Александр Рогачук отметил, с этого дня на плечи военнослужащих легла особая обязанность – охранять внутреннюю безопасность страны, ее порядок и законы. Служба эта непроста, но очень ответственна и почетна. Городские власти и войсковую часть связывают масса общих задач. В пользу случаям я выражаю признательность руководству войсковой части за тесное взаимодействие. Потому что сегодня понятие защиты отечества – это не только танки и самолеты, не только артиллерия и десантные войска, это еще и защита общественного порядка, защита мирного труда брещан. Со своей стороны мы делать будем и дальше все возможное по упреклению материальной базы данной войской части и активно интегрировать личный состав во все городские мероприятия. Молодое пополнение части – талантливые, умные и физически подготовленные юноши. Это они смогли продемонстрировать во время своего первого показательного выступления. У молодых правоохранителей есть надежные и проверенные временем идеалы, как в лице героев Великой Отечественной войны, так и их сегодняшних командиров, которые с честью и достоинством носят форму и погоны. Пройдя торжественный ритуал принятия присяги на территории священной цитадели, молодые люди дали главное обещание – охранить безопасность жителей региона и всегда приходить на помощь в трудных ситуациях. А уже после торжественной церемонии молодых людей с особой теплотой приветствовали их близкие и родные, те, кто был рядом в этот почетный и ответственный день. На этой неделе Брещену с официальными визитами посетили чрезвычайный полномочный посол государства Израиль в Республике Беларусь Алан Шогом и глава дипломатической миссии Японии Хироки Токунага. Высокопоставленные дипломаты встретились с главой региона Анатолием Лисом. Темы, которые обсуждались в рамках конструктивного диалога, важны для обеих сторон. Их воплощение может придать процессу взаимодействия новый импульс. Связь есть, есть и заинтересованность в развитии деловых отношений, как в части увеличения товара оборота, так и в части создания совместных предприятий и производств. Такому единому мнению пришли губернатор Брестского региона Анатолий Лис и чрезвычайно полномочный посол государства Израиль в Беларуси Алан Шогом в ходе состоявшегося конструктивного диалога за 4 месяца. Текущего года внешнеторговый оборот составил порядка 800 тысяч долларов. Мы торгуем более со 100 странами мира, значит, конечно, в большей или меньшей степени. То есть это говорит о том, что экономика Брестской области, она довольно открыта. Но я надеюсь, что и в дальнейшем нам, конечно, мы заинтересованы, прежде всего, расширять экспорт продукции. В области функционируют 8 предприятий с участием израильского капитала. Хотелось бы обозначить возможность вхождения израильских компаний в качестве учредителей в акционерный капитал наших хозяйственных субъектов. В качестве перспективных направлений полагаем возможным отметить в следующей сфере машиностроения, также легкое, химическое, но и особенно для нас важна фармацевтическая промышленность. Визит на Брещину израильского дипломата ознакомительный, однако некоторые. Конкретные направления для сотрудничества он может выделить уже сегодня. Как пример, сельское хозяйство и переработка. Израильтяне высоко ценят белорусскую продукцию за качество и натуральность и готовы покупать больше. Идет речь о молочной продукции, с мясной у нас, как вы знаете, немножко больше проблемы из-за того, что свинину мы не употребляем, то есть у нас идет больше речь о говядине, но и о другой сельскохозяйственной продукции, почти от всех сельскохозяйственных продукций, которые есть здесь, нас интересует. У нас, например, вещи, как ягоды, грибы, такие фактически не существуют и очень редкие, из-за, опять же, недостатка земли и воды. И это нас очень интересует в Израиле, как потребители. Вторая важная сфера туризма. Алан Шогам уверен, многие жители Израиля с большим интересом посетили бы Белоруссию, в частности, Брещину. Образование – еще одна важная составляющая двусторонних отношений, которая может и должна развиваться. Одна из центральных тем встречи Анатолия Алиса с главой депмиссии Японии Хируки Токунага – здравоохранение. В рамках своего пребывания на Брестской земле посол принял участие в торжественной церемонии официальной передачи медоборудования, приобретенного за счет финансовой помощи Японии Лунинецкой больницы. На встрече с губернатором Хируки Токунага подчеркнул, что программа «Корни травы» будет работать и в дальнейшем. Народ Японии также пострадал от аварии на Фукусима-1 и понимает, что проблемы Белоруссии не являются личным делом белорусов. «У нас общий трагедический опыт. Для нас, особенно после аварии АЭС в Фукусима-1, ваш трагедический опыт – это не чужое дело. Для нас тоже мы чувствуем, что это наши проблемы. Поэтому мы очень рады помогать населению в Республике Белоруссии». Корни, травы, правительство Японии, грантовая помощь. Значит, данная инициатива позволила укрепить нам техническую базу Пинской центральной больницы, где закуплен мобильный УЗИ-аппарат, также Брестского областного, эндокринологического диспансера, также УЗИ-аппарат, который стоит более 100 тысяч долларов каждый. Оборудование, которое закуплено в текущем году в рамках программы, позволит улучшить качество медицинского обслуживания в Брестской областной больнице, в которой вы побыли, и, конечно, в Лунинецкой. После встречи с главой региона Хирургита Кунага принял участие в торжественной церемонии официальной передачи медицинского оборудования Брестской областной больницы. В рамках проекта «Корни, травы, грантовая помощь» ведущее учреждение здравоохранения области получило около 36 тысяч долларов на приобретение уретро-аренофиброскопа с набором инструментов. Мы надеемся на то, что будет продолжаться дальнейшее совместное сотрудничество, но с японской стороной нам сотрудничать надо, потому что у них очень высокие медицинские технологии, очень высокая точная медицинская техника, и мы надеемся на продолжение данного вида сотрудничества. И то, что сейчас в урологическое отделение анитоскопическое оборудование поступает, это больше 35 тысяч евро его стоимость, но это тоже большая помощь как и для больницы, так же и для области. Такое оборудование есть, оно и в республиканских центрах, и в других областях, но у нас такого оборудования, такого класса, пока в Брестской области не было. В рамках программы «Корни травы. Грантовая помощь» в Беларуси за 13 лет реализовано 38 проектов на общую сумму порядка 3 миллионов 200 тысяч долларов. Закуплено 207 единиц оборудования для учреждений здравоохранения разных областей, в том числе и Брестской. Последняя суббота июня в 2017-м – это 24 число – профессиональный праздник тех, кто изобретает или рационализирует. В нашем городе, области и стране таких людей немало. Светлые умы, новые сухие и ковалевские. Разработки белорусских ученых вносят существенные изменения в жизнь, делают ее мобильнее, легче и интереснее. Одна из самых больших концентраций изобретателей и рационализаторов на квадратный метр приходится на научно-технологические парки. Функционирует такой и в городе Надбугом. Накануне его резиденты и представители администрации подвели итоги деятельности за год, а также поговорили о планах. Побывала на мероприятии и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Стропко. Брестский научно-технологический парк – крупнейший субъект инновационной инфраструктуры и главный бизнес-инкубатор региона. Под одной крышей здесь собраны предприятия, призванные поднять научную составляющую экономики края на новый уровень. Сегодня их без малого три десятка. Еще год назад цифра была в два раза меньше. В прошлом году у нас было на этот период порядка 12 резидентов. Сейчас у нас 26 резидентов. Я хочу сказать, что за этот год мы, во-первых, наполнили здание. Наше теперь здание, офисная часть, его полностью заполнено. Здесь нет свободных помещений, но мы с удовольствием ждем предложений на вступление в резиденты от современных инновационных компаний. Для них мы что-то обязательно найдем. В числе резидентов компания «Топ Тубай». Ребята, а средний возраст в коллективе только-только перешагнул 20-летний рубеж, занимаются разработкой стартап-проектов в сфере IT. Сегодня работа идет над тремя приложениями «Кау», «Репорт» и «Телепорт». «Кау» – это мобильное приложение Uber для кофе. Это населено на большие города-мегаполисы, которые позволят вам, не выходя из офиса, заказывать себе кофе в шаговой доступности. Если в районе вашем не находятся какие-то кофейни, барист принимает от вас заказ, делает кофе и за 3-4 минуты вам его приносит. «Репорт» – это мобильное приложение. Это тоже очень интересно. На него мы сейчас больше всего силы кидаем. Это мобильное приложение, которое сотрет грань между знакомыми и незнакомцами. Вы сможете у любого человека в любой стране, в любом городе спросить любые вещи. Например, вы хотите поехать в кафе пятницу вечером и не знаете, есть ли там свободные места. Вы просто выбираете на карте это место и кидаете туда запросы. Человек, который там находится, вам на него отвечает, получает за это какие-то бонусы. И третий проект – это «Телепорт». Это для туристов, сервис для туристов, который позволит вам перед тем, как куда-то поехать, зайти на наш сервис и увидеть реальную картинку в 360 градусов с того места. В прошлом году резидентами технопарка стали световые решения «Этере». Компания с 2013 года занимается созданием декораций, оборудования и костюмов для шоу. На вопрос, как идея деятельности родилась, учредитель Сергей Войтович отвечает просто – эволюция интересов. Основные клиенты США и Европа. Сотрудники компании добавляют цвет и краски на различных парадах, конкурсах и концертах. К примеру, ни один год они принимают участие в подготовке Евровидения. Конкуренция на рынке в данной нише серьезная, но световые решения это не пугает, скорее наоборот стимулирует к развитию. «Мы работаем на очень живом рынке, и каждый год, каждый квартал нам приходится делать что-то новое для того, чтобы оставаться на плаву. Нас очень сильно поджимают китайцы, и нам приходится быть всегда на шаг впереди. Мы растем приблизительно 50% в год, мы набираем массу и по валовой выручке, и по заказам». Технопарк сегодня активный и развивающийся организм. В настоящее время здесь реконструируют производственный корпус, а также занимаются разработкой специальной лаборатории и пункта коллективного пользования. «Мы планируем создавать, уже в этом году закупать оборудование, создавать лаборатории или центры коллективного пользования этим оборудованием, то есть роботов, 3D-принтеры, 3D-сканеры, чтобы помогать организациям, предприятиям, которые работают в этой сфере». У каждого, кто уже резидент технопарка, для вступления были свои причины, но, к сожалению, о сделанном выборе нет ни у кого. Участие в мероприятии приняли и потенциальные члены технопарковской семьи, кандидаты в резиденты. Есть направления, которые здесь в приоритете. Это, к примеру, робототехника, информационные, био, а также аддитивные технологии. Однако ограничений нет и для иных сфер и отраслей. Парк всегда открыт для тех, кто имеет перспективные идеи и готов воплощать их в жизнь. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Более семи лет назад Брестским обл. исполкомам было принято решение начать реконструкцию театра «Кукол». Этого требовало время. Небольшое здание не могло принять всех желающих, да и само оформление сцены не позволяло приглашать в Брест ведущие коллективы мира. Новый проект комплекса был разработан лауреатом Государственной премии архитектуры Валерием Кискевичем и в 2010 году модернизация началась. На реконструкцию театра были выделены немалые средства. Глава государства тогда подчеркнул, каждый вложенный в объекты культуры рубль должен приносить пользу. Сегодня величественное здание нового театра удивляет своей красотой и масштабами. Полным ходом идут отделочные работы. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая посетила строящийся комплекс и убедилась, новый театр станет настоящим храмом современного искусства. Занове споднят, начинается спектакль. Многим из нас эти слова хорошо знакомы с детства. И это не случайно. История Брестского театра «Кукол» началась в 1963 году. За более чем полувековую историю зрителям было представлено около 150 спектаклей, причем как для детей, так и для взрослых. Для города театр и его коллектив являются кладезем истинного искусства и творчества без границ. Многие с удовольствием вспоминают свои походы на постановки. Бывало, когда дети были малые, это было, а в последнее время, конечно, не бываю. Но я вижу, что он сейчас такой красивый, построен, так что у меня тоже есть намерение побывать еще раз в этом театре. Постановки театра «Кукол» помогают абстрагироваться от проблем, обид, тревог. Они словно очищают человека, делают его добрее. В театре «Кукол» я была, но я тогда была еще совсем маленькой, поэтому у меня такие очень насыщенные воспоминания. Жду честного открытия, потому что для меня это такой день был. С родителями в детстве всегда ходили в театр, в субботу, в воскресенье это был святой день для меня, и такой праздник детский, я очень любила этот театр. По-настоящему любимым театр «Кукол» стал для брещан еще будучи маленьким зданием, расположенным на улице Ленина, напротив своего знаменитого коллеги, драматического. Однако сегодня внимания к этому поистине уникальному храму искусства приковано больше. На финишную прямую выходит строительство его новых площадей. Следили за ходом реконструкции и СМИ. Проект претендовал на статус уникального и удивлял своими масштабами. Сложный объект был сложен в своем воплощении. Не все далось так просто. Однако сегодня можно с уверенностью сказать, третьего звонка театру осталось ждать недолго. Строительные работы практически завершаются, то есть идет полным ходом отделка. Работает до 60 человек только на отделке. А так в целом больше 100 человек каждый день здесь работают строители. Вентиляция практически закончена. Осталось только в зрительный зал вентиляцию сделать, потому что тут запланировано, чтобы под каждое сидение, где будут сидеть дети, должно быть подаваться теплый воздух. На объекте трудится порядка 100 человек, и у каждого есть определенный фронт работ. Сегодня превалирует внутренняя отделка. Оформляются помещения, завершается подводка электричества, приводится в порядок театральный дворик. Несмотря на то, что многое еще предстоит сделать, уже сегодня будущие кабинеты, гримерные, кафе и, конечно же, сцены удивляют своим масштабом. Новый театр кукол станет многофункциональным комплексом. Кроме помещений для актеров и специалистов обслуживающего сектора, здесь появятся собственные обувные мастерские, ателье по пошиву костюмов, музей, детские студии. Граниозные сооружения, таких, наверное, в Беларуси мы не найдем и, может быть, даже в России, потому что, хотя здесь всего зрительных зала два, будем говорить, один большой на 10 человек, другой поменьше на 70, но столько помещений здесь будет и музей, здесь будет и театральная студия, и спортзалы, римерные, статские помещения, в общем, около 700 помещений здесь, если так говорить, 700 помещений. Их нужно, конечно, будет тяжеловато для обслуживания и эксплуатации, тоже нужны здесь специалисты, которые должны это здание обслуживать, но она красиво будет, удобная для зрителей, для детей, для взрослых. Особое внимание архитекторы уделили фасаду театра. Он будет украшен окнами необычной формы с мозаичными стеклами. Присутствуют в проекте и элементы открытой крыши, которая придаст зданию еще больше простора и воздушности. Однако особая гордость строителей – красивейшая ажурная гранитная лестница, которая будет символизировать вход в храм искусства. Следует отметить, что антураж внутреннего убранства будет сочетаться с его техническим оснащением. Будут здесь механика сцены совсем новая, будет здесь новая аппаратура установлена, сцена будет совсем оборудована всеми приборами. Здесь будет даже субперевод, то есть можно принимать театры, представители театров других стран и сразу будут переводчики вам выдавать перевод делать. У театра великая будущность, как у всего, что имело великое прошлое, сказал известный чешский писатель Карл Чапок. У Брестского театра кукол большая, насыщенная, необычная судьба, а значит и новая его жизнь будет не менее яркой и интересной. Планируется, что первых своих зрителей театр встретят уже в следующем году. А премьерой на новой сцене, возможно, станет знаменитая постановка по мотивам поэмы Якуба Колоса «Новая земля». Я и все мои коллеги каждый день получаем вопрос, когда новоселье, когда вы въедете в новое наше обновленное здание. И, конечно же, с этим каждым вопросом у нас повышается просто градус ответственности. И, конечно, каждый день мы вносим в наш пакет вот этих всех предложений что-то новое. Прежде всего, мы ставим задачу сохранить и преумножить тот уровень, тот имидж театра, который, ну, накапливался на протяжении, формировался на протяжении многих лет. Конечно же, среди многочисленных задач особым пунктом это воспитание будущей публики, то есть воспитание детей подрастающего нашего поколения именно театра. Для этого сегодня мы, как я уже сказала, изучаем все предложения, вносим, отбрасываем. Мы изучаем опыт и российского театра, и европейских, зарубежных театров. Мы стараемся взять что-то новое, то, что можно адаптировать у нас. Анастасия Наздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Копилка Брещины стремительно пополняется спортивными победами. Только за последнее время число достижений наших спортсменов значительно увеличилось. Футболисты Брестского Динамо стали обладателями 26-го Кубка Беларуси. Гонболисты БГК имени Мешкова в девятый раз стали чемпионами Беларуси. Титул чемпиона Европы по армрестлингу в паралимпийской категории на обе руки доказал Виктор Браченя. Силы, выносливость и непреодолимой воли к победе нашим спортсменам не занимать. Пример героя нашего следующего сюжета тому подтверждение. София Бережная продолжит тему. Этот спортсмен не привык пасовать перед сложностями. Что не соревнование, то новый успех, новое золото, новый повод для гордости. Едва ли кто-то не знает 12-кратного чемпиона мира и 13-кратного Европы по армрестлингу. Ежели так, знакомьтесь Виктор Браченя. Спортсмен, который неоднократно прославлял Беларусь, а вместе с тем и Брещену, откуда родом. Как ему это удается? Секретов много, но главный рецепт успеха – трудолюбие. Спортсмен, который столько раз доказывал, что ему равных нет – трудоголик и оптимист. Именно эти качества помогают ему и в карьере, и в жизни. Первая медаль Виктором Браченя была завоевана в 2001-м на чемпионате мира. Тогда это была бронза. Третье место берестейцы не впечатлило. Но оно и дало мощный импульс для дальнейших побед. Я, конечно же, всегда еду только за победой. Даже сложно представить, что будет, когда начну занимать даже вторые места. Для кого-то и второе место – это победа большая. То есть я максималист. Я знаю, что есть только одно первое место. Ну, как я шучу, всегда, да, то есть так. Есть только одно место, и всегда оно должно быть только у меня. Поэтому я работаю для этого, чтобы все слова превращались в дела, то есть вот в медали. За каждым из успехов Виктора Браченя – тяжелые физические нагрузки. Тренировки по несколько часов в день. Поддерживают в тонусе и уроки как для начинающих, так и для подающих большие надежды спортсменов. Опыт когда-то берестейц перенимал у отца боксера. Хорошим примером был брат, тоже спортсмен. А уже сегодня Виктор навыками делится с подрастающим поколением. Молодой человек убежден – формула успеха основывается на усердной работе. Но заставить подопечного много работать – это не его цель. Главное для тренера – грамотно направить и подсказать. Самый главный рецепт для победы – это нужно пахать. Не тренироваться, не работать, а именно пахать. У нас, к сожалению, многие почему-то хотят при минимальных вложениях ничего не делать и показывать результаты. Такого не бывает. Чем больше я тренирую в зале, тем легче потом выигрывать. Потому что все зависит только от меня. То есть когда это командный вид спорта, да, ты один ничего не сделаешь. И когда сам решаешь, как и что делать, тем более когда уже опыт есть и знания позволяют. Поэтому уже в этом плане мне проще. Чемпионат Европы по армор-рестлингу, который проходил в мае и принес Виктору Брачени две золотых медали, доказал – стремление и воля нашего героя к победе безграничны. Неоспоримая высокая доля ответственности спортсмена за достойные выступления и, соответственно, представление Беларуси на международном уровне. Чемпион встретился в поединках с сильными соперниками из России и Турции. Правильный настрой, максимальная сосредоточенность плюс многолетний опыт помогли нашему земляку вырваться вперед и написать новую главу в спортивной истории Брещены и страны. Но, как и полагается настоящему победителю, Виктор Брачени останавливаться не планирует. Строит новые планы и уже в эти дни готовится к чемпионату мира, который пройдет в сентябре. Я когда два года назад сказал, что когда стал десятикратным чемпионом мира, что у меня не то, что там цель мечта, промежуточный, да, то есть это такая планочка, то есть для себя поставил задачу стать двадцатикратным чемпионом мира. Ну а там посмотрим, как будет. Раскрывая секреты своего успеха, Виктор Брачени упомянул об огромной вере в него берестейцев. Именно она дает ему силы и не позволяет сдаваться. Не обошел стороной тему поддержки властей, которая является важной составляющей в карьере спортсмена. И подготовка, и поездки на соревнования требуют немалых денежных вложений. Чемпион признался, участие в спортивные достижения невозможны, когда кто-то не поверит в твой успех. Я знаю, что наш губернатор – это человек слова. Если он сказал, что он поможет, то он поможет. Я в этом не сомневаюсь ни на секунду. Мы с ним несколько раз пересекались. То есть всегда, даже морально поддерживаю где-то словом, что Брещина тобой гордится. Но я вот приложу все усилия, чтобы на самом деле Брещина и страна гордилась, чтобы в будущем наш гимн звучал, флаг развеивался. Такую установку Виктор Браченя ставит перед собой перед каждыми соревнованиями. Эта уверенность и настрой гарантируют высокие шансы на дальнейшие победы. Уже скоро белорусы будут внимательно следить за выступлением своего соотечественника на чемпионате мира. Наш герой, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы оправдать ожидания. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания, БУК-ТВ. Вы смотрели итоговую программу БУК-Инфорум, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БУК-ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу БУК-Инфорум в эфире, у вас есть возможность увидеть ее на нашем канале в Ютуб. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Осаченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями, и до встречи в эфире. В воскресенье сохранится переменчивая погода. Ее будут определять в основном атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. В Бресте будет умеренно пасмурно и без осадков. Температура воздуха минимальная ночью плюс 15-17, максимальная днем 24 градуса. 26 июня в Бресте будет тепло. Ночью до плюс 19 градусов, днем воздух прогреется до 22, однако без осадков не обойдется. Ожидаются кратковременные дожди и грозы, спутником которых будет порывистый западный ветер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова